Здравствуйте! В эфире телеканала СБС и радио СБС-ФМ. Вечерний выпуск новостей. В студии Лидия Молодцова. В начале коротко о главном. Благодаря бдительности подразделения азербайджанской армии в телебайджарском направлении обнаружен и перехвачен ударный беспилотник вооруженных сил Армении, сообщает Минобороны Азербайджана. Обвинение России в нерешительности, озвученное спикером парламента Армении, выражает общее недовольство властей в Ереване и всего армянского общества тем, что Москва не хочет защищать их несправедливые требования, убеждены эксперты. Посягательства на территории другой страны даже на картографическом уровне категорически неприемлемы. Так Нью-Дилли отреагировал на изданные в Китае новые карты, согласно которым Поднебесной отошла часть территории Индии и России. Минобороны Азербайджана Подразделения вооруженных сил Армении сегодня с позиций в направлении Гафанского района обстреляли позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчеванской автономной республики. В утренние часы в направлении Басаркичарского района противоположные азербайджанские позиции были обстреляны из минометов. Согласно другой информации Министерства обороны Азербайджана, сегодня днем подразделения азербайджанской армии, расположенные в направлении Килибайджарского района, обнаружили ударный беспилотник вооруженных сил Армении. Благодаря бдительности азербайджанских подразделений вовремя обнаруженный БПЛА был обезврежен и, не долетев до цели, перехвачен с помощью специальных средств. Сегодня же была уничтожена мобильная наземная станция управления беспилотными летательными аппаратами вооруженных сил Армении, предпринимавшими попытки совершения разведывательных полетов над позициями азербайджанской армии в шахбузском и килибайджарском направлениях. Сегодня армянские сепаратисты и реваншисты отмечают годовщину образования марионеточного режима в Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил поздравить карабахских сепаратистов и выступил с заявлением, которое ставит под угрозу весь мирный процесс. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь выступил с абсурдными заявлениями. Армянский лидер, который некогда заявлял о признании Ереваном территориальной целостности Азербайджана, сменил переговорный тон на ультимативную риторику. Признание Карабаха в составе Азербайджана возможно при условии обеспечения безопасности армянского населения, заявил армянский премьер, который направил абсурдное поздравление сепаратистам, отмечающим годовщину марионеточного режима в Карабахе. Пашинян может поздравлять кого угодно, делать высокопарные заявления, кому-то обращаться. Это его проблема, это его дело. Другой вопрос состоит в том, что Арцах стал независимым государством, его приняли в какие-то международные организации, или может быть какое-то государство или страна признала Арцах независимым государственным образованием. Это все в полном смысле чепуха. И если политические амбиции не дают официальному Еревану покоя, это совершенно другая сторона вопроса. Его заявления, конечно же, они нацелены на то, чтобы его все же не столь сильно критиковали, чтобы реваншисты, радикалы понимали, что он все-таки на стороне этнических армян. Поздравительная речь Пашиняна изобилует лицемерием. Если премьера Армении действительно волнует судьба проживающих на азербайджанских территориях армян, то он мог бы поспособствовать допуску направленного из Баку продовольственного груза для проживающих в Карабахе лиц армянского происхождения. Вот если Пашинян и другие его соотечественники, они так беспокоятся о благополучии этнических армян в Карабахе, пусть они занимаются именно этими вопросами, пусть они не блокируют дорогу, по которой им доставляют грузы, пусть они подскажут, что если вы хотите не быть в таком кольце, который создает вам Азербайджан, то пользуйтесь этим грузом, выходите из этой ситуации, протянуть руку помощи. И вот на основе каких-то словесных таких изливаний это не поможет делу. И никому, собственно говоря, эти его обращения, они не помогут и не станут действенным механизмом для урегулирования сложившейся ситуации. Пашинян ещё раз публично продемонстрировал своё лицо и истинное намерение. Очевидно, что такие заявления в тандеме с участившимися провокационными действиями этой страны на границе с Азербайджаном могут привести к эскалации ситуации на Южном Кавказе и свести на нет усилия по достижению мира. Пашинян сказал, что все заявления о урегулировании ситуации беспочвены, тем самым фактически объявляя о выходе из переговорного процесса с Азербайджаном. А альтернативой переговорам, как известно, являются боевые действия. Высказывание Никола Пашиняна наносит серьёзный ущерб мирному процессу, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана. МИД решительно осуждает и отвергает заявление премьер-министра Армении, которое доказывает продолжающееся притязание на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и служит поощрению сепаратизма в Карабахском регионе. Последние заявления Никола Пашиняна противоречат его ранее озвученным заявлениям о поддержке территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион, и наносит серьёзный удар по проводимому в настоящее время мирному процессу. Армения не делает вывода из плачевного положения, в которое она попала из-за своей же агрессивной политики. Любые попытки выдвинуть какие-либо претензии касательно азербайджанских территорий и разжечь агрессивные сепаратистские тенденции получат должную реакцию, говорится в заявлении МИД. О продолжающихся армянских провокациях мы поговорим с нашим гостем. К нам подключается Ниджат Гаджиев, главный редактор аналитического портала «Обозреватель». Ниджат Мелим, добрый вечер. Здравствуйте, лидерам. Что ж, обстановка на земле неспокойна, Армения продолжает совершать провокации, обстреливает позиции азербайджанской армии, применяет беспилотные летательные аппараты. Вот на ваш взгляд, чего они хотят и на что рассчитывают? Начало новой войны в регионе? Скорее всего, да. После провала 17 августа у нас в экстренном заседании Совета безопасности ООН, теперь им нужно еще и обострять ситуацию на местах. Это им необходимо для того, чтобы вызвать международную реакцию. Я напомню, что в 21-м и 22-м году, когда было обострение на границе между Азербайджаном и Арменией, международное сообщество в лице Евросоюза и США в консолидированном выступле с осуждением, по большому счету, имена Азербайджана, хотя провоцировали нас Армении. Это им один раз понравилось. Сейчас они пытаются таким же методом, но уже добиться руками Франции определенных резолюций в ООН, которые должны состояться в сентябре, если не ошибаюсь. И теперь для этого им нужны и необходимы новые рычаги воздействия и определенная аргументация, которая позволяет им принимать эти резолюции. Это нашла в первую очередь Франция и Армения. И поэтому они будут сейчас обострять ситуацию, вынуждать нас принимать ответные меры и потом нас обвинять в том, что мы якобы претендуем на непосредственную территорию Армении. Однако ситуация не совсем так, поскольку Азербайджан это прекрасно знает, и он отвечает в рамках закона и не проводит какие-то широкомасштабные военные наступления внутрь территории Армении. По крайней мере, мы пока это не видели. С другой стороны, мы видим определенные изменения в стане армян у сепаратистов в Карабахе. Там настроение нехорошее, они прекрасно понимают, что следующее обострение – это завершится тем, что лавочка для них прикроется. Но что я могу сказать? Жребий брошен, и Азербайджан не будет молчать на этих пропагациях. Он будет жестко реагировать на них. Как показали за последние два дня, у армянской армии есть потери, достаточно маленькие. В третий век погибло двое воинов, всю жизнь ранены. Это на самом деле за два дня немало. Хотя никаких потерь за последние полгода, хотя бы 80, никаких не было. Сейчас уже есть потери. Но это им надо. Международному саучу, международному армянству, для них жертвоприношение своим народом, торговать кровью своего народа – это нормальная вещь. Нужно понимать. Но мы тоже можем сказать, что ситуация неоднозначная. Для нас мы оказываемся в той игре, в которую нас втягивает международное армянство и их покровители. В лице Франции, в частности Макрона, который обостряет ситуацию. Франции нужно показывать, что она сейчас внутри Евросоюза. Это решающая сила, которая может принимать важные решения в плане политики и геополитики. И так, например, в регионе Южно-Кавказа у них сразу два конкурента. То есть я имею в виду Турцию, я имею в виду Россию. Поэтому на заработку будет давление со стороны Франции, со стороны Евросоюза в частности. Я отмечу, что нет отдельного мнения о Франции и нет отдельного мнения у Евросоюза и Германии. Есть консолидированное мнение. Это консолидированное мнение не в пользу разработчиков. Можно считать, что несколько сбалансированных позиций у Евросоюза. Несколько. Но она, как говорится, главный посредник на сегодняшний день. Однако в целом это геополитическая игра. И армян сейчас пытаются как жертву принести для того, чтобы достичь своих политических, геополитических целей через давление на Азербайджан, через давление на Турцию, через давление, в том числе, на Россию. Поэтому мы сейчас входим в новый этап активных геополитического противостояния, активного дипломатического сопротивления со стороны международного сообщества. Они не хотят нам полностью признавать все, чтобы мы вошли или взяли Карабах целиком полностью. Им нужно внутри Азербайджана какое-то сопротивление, какой-то очаг сопротивления. Это им необходимо. Но, либо если это не получается, то им нужно опять очередное жертвоприношение. В Первой мировой войне это жертвоприношение им дало определенные плоды. Появилась аргентинская, урагвайская, американская, французская, бельгийская, армянская лобби, которую достаточно было вблять. Сейчас это очередной этап жертвоприношения армянского народа. Они армян используют всего лишь для того, чтобы достичь своих политических, экономических целей. То есть тут ничего нового. Это просто тот этап, который они один раз прошли. Сейчас они его повторяют. Мы же будем отвечать. Я отмечал, в ваших эфирах не разу отмечал, что я большой скептик мирных соглашений, поскольку сама Армения, и это не актор, и не субъект международного права, это объект международного права, ими пользуются. Ими будут пользоваться, всегда будут пользоваться. И сами Армяне готовы к этому. Идут на это жертвоприношение. Очень парадоксальная, уникальная ситуация у нас. Мы имеем дело с народом, с государством, которые готовы принести себе жертву во благо каких-то великих целей, каких-то глобальных держав. Вот с чем мы имеем дело сейчас, к сожалению. Ниджат Майлим, большое вам спасибо за ваш комментарий. Точно. Всего доброго. Я напомню, что на прямой связи со студией был Ниджат Гаджиев, главный редактор аналитического портала «Обозреватель». Виноваты все, кроме нас. Этим принципом на протяжении всей истории руководствуются не только в целом армянство, но и дипломаты этой маленькой страны с большими амбициями. Официальные власти в Ереване в поиске виноватых, водручающем, настоящем и сомнительном будущем страны вновь принялись за критику России. О посреднической деятельности Москвы в Карабахе нелестно отозвался спикер армянского парламента Ален Тимонян. В российском экспертном сообществе тон дипломата посчитали неуместным. И не друг, и не враг, а так, союзнические отношения Москвы и Еревана в последнее время вновь испытываются на прочность. Дипломаты двух стран стали слишком часто обмениваться колкостями. С критикой на Кремль накануне обрушился спикер парламента Армении Ален Симонян. В эфире общественного телеканала страны он заявил, что Россия перекладывает на Армению ответственность за собственные бездействия и некомпетентность. При этом Симонян не стал скрывать своего разочарования и западными партнерами, сетуя на то, что Армению оставили одну с ее проблемами. Россия пытается переложить свою неспособность действовать на армянскую сторону. Такое поведение Москвы может быть связано в том числе с войной и сложностями на украинском фронте. Давайте не будем обвинять власти Армении в том, что они занимают какую-либо сторону. Мы преследуем только армянские интересы. Сегодня Армения осталась одна с ворохом проблем. Запад нам помогает лишь по мере своих интересов. А возмутили спикера армянского парламента последние заявления Министерства иностранных дел России. Симоняну не по душе постоянное упоминание в комментариях российского внешнеполитического ведомства высказывание премьера Армении Никола Пашиняна о признании Карабаха территорией Азербайджана. Территориальную целостность Азербайджанской республики не ставят под сомнение и в самой Российской Федерации ясно дал понять армянский дипломат. Президент России сам заявил, что Карабах был и остается неотъемлемой частью Азербайджана. В российском экспертном сообществе поучительный тон Симоняна посчитали неуместным. Политолог Сергей Марков уверен, претензии к Кремлю имеются у самого премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Но он их напрямую не озвучивает, используя в качестве рупора спикера парламента. Заявление спикера парламента Армении выражает общее огромное неудовольствие власти Армении и армянского общества, армянской международной политической системы тем, что Россия не хочет защищать несправедливые требования Армении. Армения постепенно переориентируется на Францию, прежде всего, ну, в целом на Евросоюз, на США, на Запад. Но эта переориентация Армении с Россией, от России, которая спасла в свое время армян от репрессий во Персидской империи в направлении нынешнего врага России и Франции, это, конечно, предательство в отношении России, но это предательство, которое еще и ждет впереди полная фиаско, потому что Франция, которая даже терпит поражение в Африке, это ее оттуда выгоняет. Франция никоим образом не сможет ни послать войска на помощь Армении на Южный Кавказ, не сможет и даже занять какую-то сильную позицию. Антироссийские заявления армянских дипломатов подкрепляются и действиями. Так, риски для союзнических отношений Москвы и Еревана содержат возможная ратификация парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда. Накануне правительство страны после долгих размышлений наконец направило документ на утверждение законодательным органам. Ранее Гагский международный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, и если Армения ратифицирует соглашение без оговорок, то обязана будет задержать российского лидера сразу после его визита в страну и сдать его международному суду. Сейчас, когда Анатолий Симонян говорит о том, что ведутся консультации с российской стороной по поводу документа, который сейчас передан в парламент Армении, ну, скорее всего, речь идет о стремлении как-то сбить, скажем так, эффект от принятия этого документа, который мог бы влиять на отношения России и Армении, то есть, может быть, там обсуждаются не эти гарантии на свочи, если Владимир Путин будет посещать Ереван, но вряд ли в таких консультациях может идти речь об отказе от ратификации римского статута Армении. На рост антироссийских настроений в Армении жалуются и сами проармянские пропагандисты в России. Многих из них не пускают в страну. На прошлой неделе список персон Нонграда пополнил глава общества российско-армянской дружбы Виктор Кривопусков. Ранее въезд в Армению был запрещен депутата Госдумы Российской Федерации Константину Затулину, главному редактору RT и спутник Маргарите Симонян, а также медиа-менеджеру Араму Габрелянову. Их Ереване считают нежелательными лицами, которые могут дестабилизировать ситуацию в стране. Шамистан Мамедов, CBC Преступная хунта в Карабахе доживает последние дни. Одни главари сепаратистов подают в отставку и прибегают к бегству, другие собираются просить амнистии у Азербайджана. Тем временем в самом Ереване финансировавшим этот фейковый режим не жалуют карабахских преступников и не хотят видеть их в своих рядах. Беззаконию Ханьки-Анды приходит конец. Остатки сепаратистского режима здесь доживают последние дни. Представители этой преступной военной хунты ждет тюрьма. И в этом справедливом исходе событий не сомневается даже в самой Армении, которая десятилетиями держала под оккупацией азербайджанские территории. Символом провального всеармянского проекта МИАЦУМ стал бывший главарь сепаратистов Арей Карутюнян, подавший в отставку днем ранее. Он, как сообщают армянские СМИ, несмотря на обещание остаться со своими соплеменниками в Карабахе, в ближайшее время все же собирается спасаться бегом. Его, судя по всему, напугало неизбежное наказание в Азербайджане. Это и в Армении он впал в немилость, хотя раньше его в Ереване считали чуть ли не дипломатом высшего класса. «Арай Карутюнян прекрасно понимает, что ожидает его в ближайшее время, поэтому ушел в отставку. Если бы он мог потянуть время в надежде улучшить свое финансовое положение, он бы остался. Поверьте, его интересует только собственная власть и собственные интересы. Но он знает, что может случиться в ближайшее время». Власти Армении неоднократно заявляли о признании территориальной целостности Азербайджана. Следовательно, даже сам Ереван не признает преступную шайку в Ханки-Анде. Больше никаких инаугураций преступников в Карабахе не будет. Фейковая должность так называемого президента сепаратистского режима канула в лету. И это признают сами армяне. «Арутюнян с большой вероятностью был последним. Что касается новых назначений, а кто их будет признавать? Даже власти Армении не признают их. Армянская сторона должна была в свое время правильно рассчитать все и не оказаться в нынешней ситуации. Многим кажется, что падать хуже некуда. Но это не так. Ожидается времена хуже». При этом некоторая часть армянского общества продолжает верить в реинкарнацию и диалоги Мяцума. Сегодня оппозиция организовала в Ереване праздничные мероприятия по случаю годовщины принятия незаконной декларации о независимости сепаратистского режима в Ханки-Анде. Прозвучали лозунги в поддержку преступной хунты и против армянского премьера, который признал Карабах азербайджанский. «Говорить в адрес России ультиматумами, конечно, можно. Никто этого не запрещает. Но давайте в первую очередь дадим оценку. А что из себя представляет сама Армения? Что делают власти страны? Мы вот что уже наблюдаем. Человек, занимающий кресло премьер-министра, ставит под сомнение все государственные документы. Он говорит, мол, у Армении нет даже кадастрового документа. Чего вы ожидаете после подобных высказываний?» Армянская оппозиция обещала устроить разгром Николу Пашиняна и его команде после обсуждения в парламенте гражданской инициативы Аякве. Ее авторы собрали тысячу подписей за то, чтобы привлекать в Армению к уголовной ответственности лиц, признающих Карабах частью Азербайджана. Как сообщают армянские СМИ, депутаты правящей партии «Гражданский договор» намерены помешать принятию абсурдного законопроекта. Шамистам Мамедов, СБС Количество команд, подавших заявки на участие в соревнованиях в рамках технологического фестиваля «Технофест» в Анкаре, достигло примерно 350 тысяч, а число участников – одного миллиона. Об этом заявил глава управления обороны и промышленности Турции Халук Гюргюн на полях фестиваля. Он напомнил, что в этом году фестиваль авиации, космоса и технологий решили организовать в трех крупных городах. И что за Стамбулом и Анкарой последует из мир. С одной стороны, компания информирует посетителей об организованных ими мероприятиях. С другой – участники демонстрируют продукцию, разработанную и созданную в рамках конкурса. Конечно, не обходится и без авиационных шоу. В небе красуются наши самолеты. Общая площадь территории, на которой проводится фестиваль – 200 тысяч квадратных метров. Из них около 37 тысяч квадратных метров приходится на долю крытых площадей. «Технофест» проходит на очень высоком уровне. «Полагаю, что будут зафиксированы новые рекорды». Глава управления оборонной промышленности также коснулся успехов Турции в области оборонной промышленности. По его словам, завершив первое полугодие с рекордным показателем в области экспорта, отрасль готовится к новым достижениям до конца 2023 года. В этом году оборонная отрасль бьет рекорды. Первое полугодие мы завершили с рекордом и ожидаем, что в третьем квартале будет зафиксирован новый рекорд. По итогам года у нас есть плановый показатель, который мы рассчитываем реализовать. Мы также добиваемся прогресса в плане разнообразия продукции и количества стран, в которые экспортируется наша продукция. По состоянию на конец августа украинские военнослужащие уничтожили российскую технику общей стоимостью свыше 1 миллиарда долларов. Об этом сообщает издание Forbes. Речь идет о самолетах в средствах противовоздушной обороны. За две недели Россия потеряла два мобордировщика, четыре транспортных самолета, пусковую установку С-400 «Триумф» и радиолокационную станцию. Стоимость одного самолета оценивается в 294 миллионов долларов. Это один из самых дорогих самолетов на вооружении России. Стоимость одного Ил-76, в которых было уничтожено 4, составляет 86 миллионов долларов, выяснили Forbes. По данным издания, дороже среди российской авиации стоит лишь стратегический бомбардировщик Ту-160 стоимостью 364 миллиона долларов и самолет-разведчик А-50У – 500 миллионов долларов. Китайский государственный картографический сервис стандартных карт выпустил официальный набор географических карт на 2023 год, на которых часть территории России и Индии обозначена как составная часть Китая. Индия уже выразила недовольство китайской стороне. Появление новой официальной карты Китая вызвало недоумение у многих стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Судя по ней, Китай считает своей почти всю акваторию Южно-Китайского моря. В крайнем северо-восточном углу Китая, на границе с Россией, остров Большой Уссурийский также представлен как территория Китая. Хотя почти 20 лет назад две страны подписали соглашение о разделе острова. Одновременно с этим выпущен набор карт, где частью китайской территории обозначены индийский северо-восточный штат Аруначал-Прадеш и спорное плато Аксай-Чин. Индийская сторона уже заявила, что посягательства на части её территории даже на картографическом уровне категорически неприемлемы. Китай в своей карте обозначил Аруначал-Прадеш, Аксай-Чин и многие районы Индии внутри своих границ. Мы выражаем решительные возражения против этого. С появлением такой карты, куда включены территории Индии, ничего не изменится. Наше правительство чётко знает границы своей страны. Впрочем, выступать с абсурдными заявлениями – старая привычка Китая. Давние претензии Китая к соседям по Южно-Китайскому морю привели к напряжению в его отношениях с Индонезией, Вьетнамом, Малайзией, Брунеем и Филиппинами. Китай и Индия вели войну за свои границы в 1962 году. Приграничные споры привели к трёхлетнему противостоянию, куда были вовлечены десятки тысяч индийских и китайских солдат в районе Ладак. В результате столкновения, произошедшего три года назад в этом регионе, погибли 20 индийских солдат и четверо китайцев. Остров Тайвань, который Китай считает своей территорией, также отвергает претензии Пекина на Южно-Китайское море. Представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Бакчи заявил, что такие шаги китайской стороны только усложняют решение пограничного вопроса. Пекин же официального ответа на недовольство Индии пока не дал. В России же ситуация совершенно иная. Ни слова о ситуации с картой, которая была представлена в начале недели, не произнёс на ежедневных брифингах пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. А сенатор Григорий Карасин и вовсе призвал не торопиться и не делать скоропалительных выводов. И тут необходимо напомнить, что остров Большой Сурийский, Россия и Китай сравнительно недавно уже делили. В 2005 году Москва согласилась с территориальными претензиями Пекина и отдала китайцам половину принадлежащего ей острова. Тогда их это вполне устроило. Но времена меняются. И теперь в Пекине решили, что тогда, 18 лет назад, раздел был всё же несправедливым. И что вообще-то нужно, чтобы весь Большой Сурийский отошёл к Китаю. На Ближнем Востоке разгорается новый конфликт, причиной которого является питьевая вода. Для решения кризиса Багдад пожаловался Тегерану, обратившись в ООН. О том, к чему приведёт водный кризис и как нехватка воды повлияет на Ближневосточный регион, в следующем материале. Ирак в связи с жарким климатом, страдая от засухи жажды, обратился в Организацию Объединённых Наций с жалобой на Иран, который уже с 13 августа прекратил подачу воды из реки Малый Заб. Сама организация пока не отреагировала на проблему в Ближневосточном регионе. Воды реки Малого Заба поступают из Ирана через иракский город Сулеймания в город Киркук, а оттуда направляется в другие города Ирака. Перекрытие подачи воды приводит к острому дефициту водных ресурсов в Ираке. По словам директора Департамента водоснабжения района Ранья, провинции Сулеймания, села Маумера, отключение воды является частью политического давления Тегерана на соседние страны. Он отметил, что манипуляция водными ресурсами Ираном с 13 августа может представлять угрозу для природной среды и сельского хозяйства. Омер подчеркивает, что проблема с водой стала обостряться после построения новой плотины в Иране. По его словам, в летние месяцы Тегеран самовольно отключает воду, а период включения подачи воды в Ирак может длиться от двух до десяти дней. Для возможности периодического использования водными ресурсами иракцы заранее наполняют бассейны и водохранилища. Иранская сторона данный вопрос пока никак не прокомментировала. Понимаете, вопрос же не в воде, а вопрос в том, нужна ли новая война на Ближнем Востоке. А сейчас, видите, Иран — часть каких-то межгосударственных структур. Я думаю, что там способ, так сказать, торговли и какой-то шантаж, может быть, это моя гипотеза, и других более сильных, может быть, игроков. Согласно информации, представленной председателем комиссии по окружающей среде Курдской региональной администрации Ирака Абдурахмана Сидика, в июле 2022 года уровень опустынивания в стране достиг 37-9%. Сидик отметил, что расход воды на душу населения в Ираке составляет около 350-400 литров. Однако 80% водных ресурсов тратится в избытке и становится причиной неиспользования воды для 50% иракских сельскохозяйственных земель. Статистика запаса воды в плотинах и водохранилищах в Ираке достигла самых минимальных значений за историю существования Министерства водных ресурсов республики. Ранее на этой неделе премьер-министр Ирака Мухаммед Ас-Судани подчеркнул, в связи с усилением водного кризиса в стране необходимо данную проблему поднимать на переговорах и дискуссиях с соседними странами, а особенно с Турцией, Сирией и самим Ираном, которая стала причиной водного кризиса в Ираке. Мне кажется, что в интересах Ирана сохранить свои ресурсы для более серьезных грядущих конфликтов. То же самое, я думаю, и об Ираке. Обе стороны заинтересованы в избегании этого конфликта. Им удастся его избежать в будущем. Я думаю, как-нибудь этот конфликт решат мирным путем. Думаю, что войны новой не будет в этом регионе. Главные реки Ближнего Востока Тигр и Ефрат являются ключевыми водными источниками Ирака. Строительство плотин в верховьях и притоках этих рек привело к уменьшению стока воды и перенаправлению соляного потока из Персидского залива вверх по течению в реку Шат-эль-Араб. Представитель программы развития ООН в Ираке Аоке-Луцма заявил 14 августа, что такие климатические изменения, как пересыхание болот, опустынивание и деградация земель, стали причиной того, что Ирак стал наиболее подверженным песчаным и пыльным бурям среди стран Ближнего Востока. По словам Луцма, Ирак теряет около 400 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель из-за изменения погодных условий. По его словам, Ирак находится на пятом месте среди стран, наиболее уязвимых к изменению климата и сильному повышению температуры. По меньшей мере, 11 человек получили огнестрельные ранения во время столкновений эритрейских беженцев в Тель-Авиве. По данным израильской полиции, стражи правопорядка были вынуждены открыть огонь, поскольку почувствовали, что их жизни находятся в опасности из-за действий нарушителей порядка. В южных районах Тель-Авива вспыхнули беспорядки с участием эритрейцев. Столкновения начались с акции протеста противников эритрейского правительства возле посольства этого государства, где проходило праздничное мероприятие, организованное ДИП-миссией. В целом, ранения получили по меньшей мере 114 человек, в том числе 27 стражей порядка. Полиция города Луит-Ришарт на севере Южноафриканской республики ликвидировала крупную банду, грабившую инкассаторов. В ходе перестрелки, длившейся около полутора часов, убиты 18 членов группировки, в том числе две женщины. Ранен один полицейский, заявил комиссар национальной полиции. Данная группировка объединяла преступников из различных провинций страны. У нас были данные о планируемом нападении, поэтому мы начали эту операцию. Мы намеревались арестовать участников группировки, когда они выйдут на улицу из здания, в котором подготавливался план атаки. Но они начали стрелять по сотрудникам полиции. Перестрелка длилась примерно 90 минут. В ходе перестрелки 18 участников группировки были уничтожены. Один полицейский тяжело ранен. В группировку входили преимущественно граждане Зимбабве. Полиция наблюдала за бандой в течение последних трёх дней и начала операцию, когда злоумышленники собрались в здании для подготовки плана очередного нападения. Четверо подозреваемых арестованы. Была конфискована и машина скорой помощи, которую преступники использовали для перевозки похищенных денег. На счету у группировки числится множество ограблений инкассаторов в разных провинциях страны. В столице Нигера продолжаются массовые акции протеста у посольства Франции. Демонстранты угрожают захватить здание депмиссии, если французский посол Сильвин Итта и его супруга не покинут страну в ближайшее время. СМИ также сообщают о нахождении 200 французских военных внутри посольства. Численность митингующих стала заметно больше, чем в прошлые дни протестов. Искандирование антифранцузских обращений участниками акции стало громче. Кроме дипломатов, митингующие требуют изгнания всех французских войск из Нигера. Ранее МВД Нигера, которое было создано мятежниками из Национального совета спасения, в качестве нового шага подписал указ об аннулировании вида нажительства посла Сильвена Итта и его жены и поручил полиции депортировать их методом силы. МИД Франции в свою очередь заявил, что мятежники не имеют права требовать посла покинуть страну, поскольку согласие на прием выдают только законное правительство Нигера. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что его посол не уйдет, считая, что путчистые не имеют над ним власти. Нобелевский фонд отозвал высланные недавно послам из России, Беларуси и Ирана приглашение на церемонию вручения премии в Стокгольме. Фонд объяснил такое решение резкой реакцией в Швеции, которая, цитата, полностью затмила решение пригласить на вручение послов всех стран. При этом подчеркнуто, что послы трех стран будут приглашены на церемонию в Осло. Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон раскритиковал решение Нобелевского фонда пригласить российского посла. После этого несколько партийных лидеров страны отказались принимать участие в мероприятии. Церемония награждения Нобелевской премии традиционно проходит в Стокгольме в начале декабря. Шестая премия, премия мира, вручается в Осло. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До скорых встреч.